Volkswagen полностью рассекретил новый минивэн Vilaran. Машина, в первую очередь адресованная бизнесменом, будет представлена строго на китайском рынке. Несмотря на использование легковой платформы MQB, Vilaran получился очень крупным. Настолько крупным, что даже заслужил статус самой большой модели на этой архитектуре. Скажем, немаленький терамонт аж на 30 сантиметров короче. Внутри разместились три полноценных ряда сидений. За которыми удалось организовать весьма вместительный багажник. По китайской традиции на втором ряду два раздельных кресла. У самых дорогих версий сиденья имеют электропривод, выдвижные подставки для ног и широкие подлокотники со встроенными подстаканниками. Интересно, что правый пассажир может при помощи кнопок сложить переднее кресло, чтобы ничего не ограничивало обзор вперед. Силовым агрегатом поделился упомянутый Volkswagen Terramon. Под капотом минивэна скрывается двухлитровая турбо-четверка и семиступенчатый преселектив. Привод только передний, при том других комбинаций, скорее всего, и не будет. Переднюю панель новый минивэн тоже взял от Terramon. В распоряжении водителя есть виртуальная панель приборов, а также большой тачскрин медиасистемы. Вдобавок отметим сенсорный блок управления климатом, а также нескромный список опций. В него включены трехзонный климат-контроль, матричные фары, панорамная крыша, адаптивный круиз-контроль и богатый набор электронных ассистентов. Понятно, что все это великолепие стоит недешево. Однако китайские бизнесмены, как показывает опыт других марок, готовы платить за такие машины приличные деньги. В России признаны действительными водительские удостоверения, чей срок успел истечь или вскоре закончится. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин. Документ касается всех удостоверений со сроком окончания от 1 февраля до 15 июля. Ранее руководство ГИБДД заявило, что не планируют штрафовать автомобилистов, которые не успели поставить автомобили на учет, а также тех водителей, у которых истек срок действия прав. Теперь позиция госавтоинспекции будет подкреплена указом президента. В свою очередь Центробанк ранее разрешил страховщикам выдавать полисы ОСАГО без талона техосмотра. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова